Всем большой привет! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о новинке от компании Annex. Модель называется у нас AirX. Это колясочка 2019 года. И это такой шаг у компании Annex в сегмент компактов, назовем их так, колясок для путешествий. И тем самым интереснее изучить эту коляску, что у них получилось. То есть, на мой первый взгляд, получилась неплохо, достаточно качественная коляска, хорошо едет, хорошо собрана. И ощущение не дешевая вещь. Это для меня лично важно. Здесь такого даже близко нет. Она реально классно сделана, даже немного премиальная, я бы даже так сказал. Поэтому, если вам что-то подобное интересно, вы ищете для путешествий на теплое время года коляску. Ну, в принципе, даже не на теплое время года, а без снега. И осенью, и весной можно прекрасно гулять с этой коляской. Главное, не в снегу. Вот. Поэтому садитесь поудобнее. Будем с вами ее изучать. Еще раз приветствую всех. Ну что, давайте с вами будем изучать колясочку Annex AirX. И посмотрим, что она из себя представляет. Напомню, прогулочная коляска. Я вам даже сейчас четко зачитаю все технические характеристики. Вес коляски у нас 8,7 килограмм. Предназначена она для детей с 3 месяцев до 3 лет. И максимальный вес ребенка у нас 15 килограмм. Это тот вес, который... Это нагрузка, которую выдержит эта коляска. Весом в 15 килограмм. Так. Ну и, в принципе, все. Что касается технических характеристик. Теперь давайте изучать ее поближе. Начнем мы, как обычно, сверху вниз, с ручки. Ручка. Заметили, да, что я постоянно говорю о том, что мне важно, чтобы ручку было удобно держать. Здесь сделано все более чем прекрасно. Оббито все эко-кожей, с ровненькой прострочкой. Хват достаточно уверенный. Чуточку бы ручку потолще было бы вообще идеально. Но, в принципе, нормально. Можно нормально гулять. Хочу заметить, что ручка не регулируется у нас никак по высоте. Это такой небольшой минус. Но вот у меня 1,86 м рост. И проецируйте на свой рост и поймете, как будет вам. Мне более чем хорошо. Так. Что касается козырька, сразу хочу заметить, здесь у нас есть пленочка со смотровым окошечком. Все здорово. Можно наблюдать за ребеночком. Плюс мы можем расстегнуть вот эту часть, увеличив козырек вот таким образом. И получается у нас тут раз, два, три, четыре секции. Пятая еще маленькая, которую можно завернуть внутрь. Козырек здесь более чем достаточный. Плюс сверху здесь есть вот такое вот отверстие. Смотровое окошко с москитной сеткой. Единственное, вот эта часть, она ну ничем никак не держится. Магнитик был бы, было бы просто идеально. А так вот оно как-то так. Можно отодвинуть. В принципе, нормально. Так, что касается, кстати, ткани. Ткани у колясочки приятные тактильно. Даже, сказал, очень приятные. Никакого раздражения нет, когда вы трогаете. Щупает приятно, мягенько. И ощущается качественная ткань. Качественной. Обратите внимание на регулировку козырька. Он имеет такой плавный ход и тихие-тихие щелчки, которые явно не разбудят ребенка. В этом плане отлично. Кстати, что касается сидения, у нас здесь 170 градусов лежа. 130, если память не изменяет, градусов у нас сидя. По-моему, 130. Да, 130 сидим, 170 лежим. Так, регулировка у нас здесь осуществляется. Ремешками. Ну, это в большинстве колясок так. Сейчас ремешки, это норма. Так, смотрите. Когда опускаем, вот здесь у нас с вами есть такой небольшой кармашек. Ну, он действительно под телефон, не больше. Особо сильно много вы туда не загрузите. И вот эта вся часть, она здесь не откидывается. Никаким образом. Вот так регулируется по наклону. И давайте теперь посмотрим на спинку. Спинка, вот смотрите, какой размер у сидения. Она достаточно высокая. Она здесь жесткая. Это не натянутый гамачок. В этом плане все отлично. Пятиточечные ремни, мягкие накладочки везде. Это что касается безопасности. Также у нас здесь есть бампер, который у нас держит ребенка. И у нас бампер откидывается как калиточка. И видите как, можно его убрать туда вниз. Это очень круто и удобно сажать ребенка. Так, подножка у нас регулируется. И вот эта часть, она сделана из такого прорезиненного материала. И его очень легко мыть. Ферри, мыло, губка, тряпка. Все, три секунды, и она чистая. Ну, естественно, здесь у нас подножка, чтобы ребенок мог залезть. Так, давайте теперь с вами посмотрим на раму. Что из себя представляет рама. Проверим ее амортизацию. Есть спереди. Я думаю, что и сзади тоже есть, судя по конструкции. Да, сзади тоже есть. Давайте сразу посмотрим на тормоз. Тормоз у нас отличный. Просто нажимаем сверху. Сверху уже разблокируем. Не корябаем угол. Также у нас действительно большой, не побоюсь у слова, очень большой багажник с нормальным доступом. Внутри никаких трубок. Ничего не мешает туда положить более-менее крупные вещи. Поэтому в этом плане зачет. И он не из сеточки не кокущей, а нормальная плотная ткань. Даже если вот так сделать, можно что-то и спереди положить. Сбоку стенки высокие, ничего вываливаться не будет. Колеса, кстати, посмотрите, какого дизайна. Вообще без дырочек, без ничего, сможется круто. Белая окантовочка прям зачет. Так, разобрались с рамой. Собрано все хорошо, качественно. Не знаю, придраться мне особо не к чему. Я так поюзал, посмотрел, ничего не люфтит, не скрипит. Но она новая. Естественно, этого быть не должно. Посмотрим, как в эксплуатации она себя дальше покажет. Послушаем клиентов спустя какое-то время на гарантийное обращение, если они вообще будут. Пока что первые впечатления классные. Так, что касается складывания. Здесь у нас складывается она очень просто. Кнопочку нажали, провернули и вперед толкаем. Видим, да, что надеваем. Опускаем подножку пока. и толкаем ее вниз. Вот таким образом коляска сложилась. Вот так. Опускаем. В комплекте, кстати, идет транспортировочная сумка. Упаковали ее туда. И все. Пожалуйста, летите, отдыхайте. Что хотите, то и делайте. Вот. Нести. В принципе, здесь можно за много мест взяться. Вот. За саму раму можно взяться. В принципе, достаточно удобно. Раскладываем обратно. Вот заметили, да? Без всяких заморочек. Ничего, не где-то на внизу нажать, там потянуть. Вообще не паримся. Просто берем и толкаем вперед. Все, она сложилась. Подножку опустили. Все, пожалуйста, вперед отдыхаем. Так подняли и в путь. Как говорится, все без проблем и без заморочек. В этом плане тоже отлично все сделано. И по большому счету, что я вам не рассказал. Это, в принципе, все рассказал. По комплектации, что сумка есть, дождевика нет. Можно было, в принципе, добавить дождевик, но пожадничали чуть-чуть. Но не суть. Подытожим. Мое мнение. Это неплохой такой шаг от компании Аннекс в мир компактов, колясок для путешествий. У них это действительно круто получилось. Они это сделали позже, но набравшись, скажем так, опыта других производителей и во многих колясках подобного рода, есть какие-то тонкости, нюансы. Здесь, в принципе, как будто вот они все моменты учли, там, 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 все решили вопросы, закрыли их и складывается легко. Козырек большой, бампер, подножка, материалы, амортизация, багажник. Все сделано как нормальные взрослые коляски. Поэтому, не знаю, молодцы, на мой взгляд, все здорово получилось. И мои первые ощущения, мне очень понравилось. Сейчас, на текущий момент, я смело могу рекомендовать эту коляску к выбору. Посмотрим на надежность, что будет дальше. Эксплуатация, как говорится, покажет. Ну, и если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень полезно для развития канала, чтобы больше выходило обзоров детских товаров для вас. Ну, и first buggy, большое спасибо за предоставленную коляску на обзор. А вам хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!